МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомелю, с трудой працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. И льготы по кредитованию жилья для тех, кто имеет потребу поляпшения жильевых умов в Беларуси заменять адресной держподрымкой. В регионе будут створны комиссии для принятия рашения по льготах для граждан, которые не удельничают у финансований державных выдатков. Дополнены спицы ручной поклажи, которую можно перевозить в гражданском транспорте без оплаты. У Гомеля проходит городский этап республиканского конкурса «Наставник года». Международный арбитражный спортивный суд снял одногодовое отхиление из Мушинской сборной Беларуси по весловании на байдарках и ганоя. А зараз об этом и иншим больше подробязно. И льготы по кредитованию жилья для тех, кто имеет потребу поляпшения жильевых умов в Беларуси заменять адресной держподрымкой. Это предусмотрено комплексом мер по реализации программы социально-экономичного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Термин реализации мероприемства – 2017 год. Отказные выгонавцы – Минбуд архитектуры, Минэкономики, Минфин, Национальный банк, Аблвыконками. А кроме того, все улета грошей громадян на набытие и будовництво жилья плануется вызволить ада декларования и податковых претензий. Будет пропрацовываться питание об створении агентства по ипотечным жильевым кредитовании. У Комельской области будут створены комиссии для принятия решений по льготах для громадян, які не удельничают у финансовании державных выдатков. Различивать на принятие становочих решений могут люди, які оказались у тяжким житевым становиши. Згодно с даденными инспекцией по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области, зараз, что день, отповедный сбор платят до 250 жихаров региона. Разом с тимуне осеннее изменение у декрет номер 3 об попередживании социального аутроманства, продовреживая шерах нового вяденья, які уже применяются на практице. У приватности на 3 месяцы протягнуты термин оплаты по выниках 2015 года. А про чатаго изменены подыходы по наличении выплат для некоторых категорий громадян. Перенесены сроки уплаты и вручения извещений за 2015 год. То есть декретом номер 1 установлены новые сроки. Это срок уплаты не позднее 20 февраля 2017 года. Кроме того, местным органам власти дано право освобождать от уплаты сбора физических лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также дополнен перечень лиц, которые освобождены, попали в перечень, не являющиеся плательщиками данного сбора, в частности, лица, проходящие альтернативную воинскую службу. Тоже послабление в отношении индивидуальных предпринимателей. Ключевым моментом является осуществление деятельности свыше 183 дней, независимо от суммы уплаченных им налогов. Это основные моменты, которые внесли изменения. А про податковые инспекции пытаниями выплаты сбору на Гомишине теперь будут займаться комиссии, которые створаются при райвыконкамах. У их состава будут включены специалисты разных сфер. Задача таких комиссий – предоставление льгот по выплате сбору людям, которые оказались ускладанной житевой ситуации. А про это открываются специальные телефонные гарачи линии. Они будут працевать у рабочих дней с 10 до 12 годин. Номеры телефона можно найти на региональной стороне сайта Министерства по податках и сборах, а так само сайтах местовых органов улады. До речи, усяго поведомления о финансовании державных расходов отримали крыху больше, как 90 тысяч жихаров в области. Эти прямые линии будут проходить до 1 марта ежедневно. По итогам мы посмотрим форму работы данную, либо, может, продлим в дальнейшем. И, конечно, все эти поступающие звонки, ответы на них обобщим, систематизируем и постараемся довести до населения через средства массовой информации. На сегодняшний момент уже 5,5 тысяч у нас физических лиц освобождено. То есть они подали соответствующее пояснение документы. Мы рассмотрели, приняли решение об освобождении от уплаты данного сбора. До двух годов межевания воли, погражая Жихару Чачерская, за подробку медицинской доведки для ДАИ. 52-годовый машина, ка повернуть талон до водительского посвечения, предъявил медицинскую доведку об придатности докирования транспортным сродкам. Але документ выкликал подозрение у супрацовников. У двух графах дата выдачи доведки и термин дзеяния были выправлены першопочатковые лечбы. Гэтый факт подтвердило заключение эксперта. У дочинения неудачливого водителя узбуджена криминальная справа. На Гомельшине дополнены спис ручной поклажи, якую можно провозить у городским громадским транспорте без оплаты. Плата за провоз у громадским транспорте ручной поклажи на Гомельшине уведена с 18-го снежня минулого года. Месяц работы выявил пэлные проблемы, які выкликали незадовольнение пассажиров. У приватности у першопочатковым варианте от доплаты вызволялися дитячие трехколовые велосипеды, коляски, самокаты, инвалидные креслы. Ця перба просьбе жихара у регионов, гэтый спис уключены таксама лыжи, вудочки, зброя у чахле, дробный садовый инвентар. Головная умова по мере перевозимой поклажи в сумме должни, высшине и ширине не повинны перевышать 180 сантиметров. А про это бесплатно можно перевозить собак и инших домашних живел, коли гэта не суперэшись правилам перевозок. При этом у Гомелябл-Аутотрансе упевнивают, что кондукторы и водители будут максимально уличивать интересы пассажиров. Дабы смягчить где-то ситуацию в плане общения наших работников с людьми и объяснение им нашей позиции, нами проводится работа с кондукторами, с водительским составом, чтобы в каких-то спорных, конфликтных ситуациях кондуктор тоже или водитель переходил на сторону пассажира и не взымал все-таки оплату за ручную классу. В этой хвилине у Гомеля проходит финальный городский этап республиканского конкурса «Наставник года Республики Беларусь». Отборочные туры стартовали у Снежни минулого года. В областном центре своей силы у них выпробовали и 33 наставники. Дистанционное тестирование, заводченное представление своего опыта, поспехово переодолеть в этой выпробовании и дойти до финала смогла только полова у дельников. Сегодня перед судейской комиссией они представляют свое мастерство в одзенне уроку. Гармоничное сполучение классики и выкладания с информационными технологиями – один из головных критерий в оценке. Мета-конкурс ударяет не только у выявлений лепших, а и у махчимости обмену в опыта. Как показывает практика, свежие и цикавые идеи у всех частей пропонуют молодые специалисты. Вообще я из педагогической династии, которая насчитывает несколько поколений как в Беларуси, так и в России. Этот конкурс – это такой хороший методический взрыв, поскольку за короткое время сразу осваиваешь множество технологий. Здесь не имеет значения, какой стаж работы у педагога и какая категория. Главное – его опыт работы, потому что молодые педагоги тоже могут соревноваться в своих знаниях с более маститыми педагогами. Проможцы городского этапа вызначатся сегодня у вечера. Наступным выпробованием для их станет областный тур, который стартует 3-го лютого. Лепшая узнагорода для наставника – поспех его учня. Гомельские школьники привезли три медали с Международной олимпиады по математице и информатице. С поборницей проходили в Казахстане. Город Алматы собрал удельников с 16-ти краин света. Причем трапить на олимпиаду можно было только по специальным запрошениям. В Беларуси их отримали две установы – лицей БДУ и Гомельская гимназия номер 51. Сверху больше 100 человек в своих категориях гомельчане показали один из лучших выникнов. Ягор Дубовик привез золотую медаль по математице. Такую же узнагороду по информатице завоевал Федор Карабейников. По этому же предмету бронзовую медаль отримал Улад Масько. Готовился, значит, как к обычной олимпиаде, нарешивал задачи, начиная с нескольких месяцев. Ожидания у меня, наверное, были, что не было цели конкретно взять какую-то медаль, а выступить по своим силам. Но все получилось, как я хотел. Может быть, выступил даже лучше, чем должно было быть. Олимпиада была достаточно высокого уровня, но по сложности все-таки уступает официальная международная олимпиада. Предметы информатики и олимпиады по ней колоссально различаются. И почти все, что у нас на олимпиадах, преподают уже потом в вузах. А олимпиада, ну, по информатике мне нравится, потому что она самая честная. Потому что у нас фактически нет человеческого фактора в судействе. То есть решения всех участников тестируются одинаково на компьютере, и человек не может внести свой вклад субъективный. Вина не доказана. Международный арбитражный спортивный суд снял одногодовое отхиление с Мушинской сборной Беларуси по весловании на байдарках и каное. Нагадаем, яно было накладено Международной федерации каное за подозрением у порушения антидопинговых правилов. Увы, неку наша сборная не трапила на олимпийские огульни у Рея-Джанейра. Беларуский бок свернулся в Международный арбитражный спортивный суд у Лазани. Некольки дзен тому антидопинговое агентство Франции закрыло расследование у относенных до беларуских весляров. Означается, что суд задоволил апелляцию за недостатковых доказов вины. Рашение об дисквалификации отменено. На этом выпуск завершенный у студии працава у Александра Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова